Елена Костылева исполнила каскад из двух четверных прыжков. Фан-группа Костылевой поделилась видео с тренировки, на котором фигуристка исполняет каскад четверных сальхов у Алерт четверных сальхов. Костылева заняла третье место в личном турнире чемпионате России по прыжкам. Победил 12-летняя Маргарита Базилюк, которая исполнила такой же каскад после окончания соревнований. Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала, что конфликт с тренерами разрешился. Ранее Ирина Костылева сообщала в соцсетях, что тренерский состав школы «Москвич» и работающий непосредственно с Еленой Игорь Лютиков не дают фигуристке льдового времени и отказываются ее тренировать. Думаю, да, разрешился, потому что Лена у них единственная спортсменка, которая отобралась на первенство России. Те спортсменки, в которых очень вкладывалась школа, ничего не показали. У «Москвича» нет шансов. Их опять представляет маленькая Леночка Костылева, у которой было часа под два льда и не так много замечаний тренера. До последней недели ей ничего не давали, но когда поняли, что у них только Лена, боеспособная на таком уровне, тут уж надо что-то делать. Школа очень хорошую работу в этом промежуток времени с нами провела. Мы очень рады. Надеюсь, так и будет продолжаться, хотя бы в ближайший месяц до первенства России, сказала Ирина Костылева. Анна Погорелая высказалась о падениях Елены Костылевой на прыжковом чемпионате. 12-летняя Костылева допустила болезненные падения из четверного Сальхова в командном турнире чемпионата России по прыжкам, после чего зашла на тройной Луц и снова упала. Сообщалось, что фигуристка избежала серьезной травмы. Со стороны тренерского опыта, смотрю, не надо это вообще показывать, если тебе больно. Я своим спортсменам объясняю, что всем все равно, судьям все равно. Конечно, жалко, но мне почему-то показалось, что там не так все было травмоопасно. Когда спортсмены лицом в лед падают, что-нибудь хрустит или как Семененко на шоу упал головой, это было страшно. А здесь было не так страшно. Я к этому отнеслась скептически. В принципе, можно было бы заморозить, укольчик, обезболивающий и поехать дальше. Я немножко хладнокровно к этому отношусь. Я очень добрая, я люблю своих спортсменов, просто судьям все равно, болит у тебя что-то. Люди с переломными ногами выходят, с переломными пальцами. Ты не должен видеть, что там что-то болит. Меня, наверное, камнями закидают в комментариях, но тем не менее, думаю, любой тренер также скажет. Потом она сидела и болела, не видно было, что там что-то серьезное. Надеюсь, что у нее ничего серьезного, сказала погорелая. Американские блогеры Дэйв Лиз, Джонатан Байер высказались о прыжках Маргариты Базилюк. Байер, если посмотреть на это видео с чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в восторге, но не я. Лиз, я подумал, что это отвратительно. Байер, в этом было что-то тревожное и совсем не впечатляющее. Лиз, смогут ли ее кости потом вообще функционировать? Байер, кто-то обязательно скажет, если бы прыгнул кто-то из США, тебе бы точно понравилось. Нет, не согласен. Я бы также посчитал это тревожным знаком. Лиз, ты видел, как сейчас катается Медведева? Ее спина совсем не работает. Байер, помню одно из ее первых удивлений после переезда в Торонто. Она говорила, я никогда не видела такого количества спортсменов, которые с одного толчка набирают такую скорость и проезжают большое расстояние. Очевидно, это была не главная цель тех тренировок. Мне кажется, это просто базовая техника, которая позволяет кататься без ущерба для здоровья. Александр Жюлин отреагировал на слова американского блогера о прыжках Базилюк. Послать бы его, конечно, подальше. Для меня американский журналист — это ничто, потому что русофобская страна. Другое дело да, что 12-13 лет лучше воду для того, чтобы прыгать. Логично, ничего страшного, тело крутится, поэтому неспроста подняли возрастной ценз. Она подрастет сейчас и перестанет их прыгать. Все у нее будет функционировать. Наоборот, как раз в детском возрасте детишки, когда падают, с ними ничего не случается. Другое дело, что потом не надо прыгать четверные прыжки. Если я сейчас прыгну, умру сразу. Пусть он не волнуется, в общем, сказал Жюлин. Илья Вербух отреагировал на слова американского блогера о прыжках Базилюк. Видимо, настолько оскудили темы, что существовать без российских фигуристов невозможно. И эти журналисты через мышиные уколы напоминают о самих себе. Писать о своих неинтересно, а хотя бы заочно покусать тех, кого несправедливо не допускают до соревнований и за счет них напомнить о себе — это удел такого уровня журналистики. Кажется, дает понять, что за границей активно следят за российским фигурным катанием. Россия всегда была, остается и будет хедлайнером фигурного катания. Естественно, мы лидеры и к нам большой интерес в мире. Каждая программа наших чемпионов — это история, сюжетная линия. Российское фигурное катание — это эмоции, шквал по срастям, высочайшая техническая база прыжков, — сказал хореограф. Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского блогера о прыжках Базилюк. «Откуда он это знает? Почему такой пишет? Мы-то как раз знаем, все прекрасно. Давно работаем с детьми. У них нет таких детей, как у нас. Они с четырех лет уже занимаются, в том числе силовыми тренировками. А уже американец этот пишет или еще кто, неважно», — сказал заслуженный тренер СССР. Наталья Бестимьянова отреагировала на слова американского блогера о прыжках Базилюк. Блогер Дейв Лис заявил, что для него это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать? — поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson. В числе прочего Лис отметил, что россияне получили медали на международных турнирах только из-за прыжков, несмотря на плохое скольжение. Его слова — это неправда. Наши фигуристы прекрасно скользят. Это еще раз подчеркивает мировой интерес к российскому фигурному катанию. Думаю, что все смотрели прыжковый турнир и были потрясены. Еще один его тезис — возможные проблемы со здоровьем Базилюк после исполнения сложных элементов. У Базилюк не будет проблем с костями из-за прыжков. Она хорошо координирована, хорошо осваивает материал. Девочка талантливая, фантастика, — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. Валиева покажет новые программы в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Об этом сообщил хореограф и продюсер Илья Вербух. Шоу состоится 28 января в Санкт-Петербурге. Камила Валиева — одна из участниц нашего гала-концерта. Она выступит с двумя новыми программами. Одна из них будет на песню, которую исполнит Зара. Это новые номера, и мы их готовим вместе с Камилой. У каждого из участников свой номер, их мини-история. И у Камилы будет свой рассказ. Она впервые принимает участие в столь знаковом посвящении одному из главных событий в истории Ленинграда и Санкт-Петербурга. «Для меня важно вовлекать новое поколение фигуристов, чтобы они пропускали через себя то время, и я очень рад, что Камила присоединилась к нам в этом году», — сказала Вербух. Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она смотреть фильм о Родниной. Выход картины трехкратной олимпийской чемпионки под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год. «Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Может быть, буду в отъезде, на работе или дома. Я и так хорошо знаю ее жизнь», — сказала Тарасова. Евгений Плющенко заявил, что Муравьева могла бы быть среди лидеров на чемпионате мира и чемпионате Европы. С 19 по 21 января в Москве проходил чемпионат России по прыжкам. Софья Муравьева стала победительницей командного турнира в составе команды Дмитрия Козловского. В личном турнире она чисто исполнила прыжки, но выбыла в полуфинале. Соня сделала блестящую свою работу. Она выполнила все то, что она умеет. Три с половиной оборота, аксель, комбинации и каскады. Все было четко, не сорвало ни один элемент. Для меня это очень важно. Соня показала стабильность, то, что она действительно уже взрослый спортсмен. Все-таки девочке уже 17 лет, не 12, и в этом возрасте она может прыгать сложные прыжки в Ультра-Си. Я очень горжусь своей спортсменкой. Соня показала высокий результат, и она конкурентоспособна сейчас со всем миром. Если нас допустят к международным соревнованиям, то она спокойно может быть на лидирующих позициях на чемпионатах мира и Европы, сказал Плющенко. Спасибо.